Спастись с этого коммунального титаника его обитателю мечтали давно. В поселке Новопесцово Вичугского района нового жилья они строили уже больше 30 лет. Решение возводить дом было принято, когда эту деревянную двухэтажку признали аварийной и появилась необходимость переселить жителей. В сентябре 2015 года в Новопесцове началась стройка века. И вот спустя полтора года долгожданные ключи в руках у новоселов. Подрядчик вел строительство сразу двух домов. Здесь в Новопесцово и в Старой Вичуге. Но надо отдать должное. Все наши замечания были учтены, адекватно восприняты и приложены необходимые меры, усилия. В установленные сроки все работы были завершены, замечания устранены. В новый дом переедут 25 семей. Гарантия подрядчика на объект три года. Реально обещают как минимум в 10 раз больше. Фундамент у него железобетонные блоки, это довольно-таки очень надежный. Здесь была геология, здесь местность немножко водянистая. Вот в этом была сложность именно установки самого фундамента. Стены здесь выполнены из пескоцементных блоков. И фасад утеплен 120-миллиметровым утеплением по принципу сэнерджи. Дом довольно-таки очень теплый. Жители попросили новый дом беречь. Все претензии по качеству и функционированию инженерных сетей администрация готова взять на себя. Если найдете какой-то недостаток, я уж вас прошу. Вы уж Путину не жалуетесь. Ну, Владимир Владимирович другими делами занимается важными. Ему некогда тут приходить, тут обои доклеивать. Я вам давайте скажу, кому надо ходить и начинать с кого, кому обращаться. Первый человек это Георгий Юрьевич Гоздев. Второй человек Владимир Валентинович Мурашкин. Гангоры Юрий Николаевич, поверьте, 99% ваших проблем мы исполним. Юлия видит свою квартиру впервые. 22 года она жила в том самом общежитии с сомнительными удобствами. Впереди новая жизнь и приятные хлопоты. Покупка мебели. Когда увидели эту квартиру, как вошли, конечно, эмоции переполнились. Мы еще сами не поняли, что мы все это получили. Вот, бесплатно все это, все хорошо, все чисто. Мы очень рады. Планы на этот год у региона масштабные. Завершить работы по расселению необходимо до 1 сентября. Строят дома или подыскивают квартиры сейчас в Кохме, Шуе, Савине и Приволжске. Больше всего нареканий к темпам работ в последнем муниципалитете. Там, на улице Фурманово, строят 4 дома. Медленнее, чем хотелось бы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичугский район.